Друзья, тогда вот слушаем слова Баранова просто. Так, значит, ну, во-первых, я должен поблагодарить Кумичева за его работу. Он привлек внимание к моим работам, которые я уже как-то не веду там несколько лет. И, может быть, интерес к этому возобновится и будет продвижение. Но у него, к сожалению, не получились те эффекты, о которых написано у меня в статье. Это связано с тем, что электрическое поле, которое он прикладывал к раствору висмута, оно слабовато. Толстый был висмут, толстый теплон был. Вот у меня использовался теплон с толщиной 50 микрон. Подавался тоже 20 киловольт. И это было предельное напряжение, которое этот теплон выдерживал. Если немного больше, он пробивался. Бывало, что и пробивался при 20 киловольтах. И вот второй момент. Я использовал кремниевые поверхностно-барьерные детекторы, которые являлись хорошими спектрометрами. Я мерил спектр альфа-частиц. И сначала я мерил просто спектр альфа-частиц, а потом я сделал двойной детектор. У меня один детектор, это был поверхностно-барьерный детектор. Ну, кстати, я вот сейчас его покажу. Вот он. Вот это поверхностно-барьерный детектор. Он меряет альфа-частицы. Но к нему еще я добавил детектор, который способен видеть электронов. Это просто классический сентилятор. И дальше сигнал шел на ФЭО. И вот эта комбинация двух детекторов позволяла одновременно мерить бета-электрон. И альфа-частицу. И такой детектор мерил очень хорошо и доказательно мерил висмут-212. Висмут-212 образуется, в частности, он образуется от распада радона, который идет от Тория. От Курана 238-го идет радон, который дает висму 214-й. А от радона, который идет от Тории, там появляется 212-й висму. Висмут-212-й. Висмут-212-й. Выключи свой телефон, пожалуйста. Да, слушаем тебя. Висмут-212-й обнаруживался в моем эксперименте эффективно. Но вот самый интересный опыт, который получился дважды в моем эксперименте, это когда через какое-то большое время после электрического воздействия, там прошли месяцы, и я с этими... Да, вот надо еще сказать, что на эти детекторы у меня из соли висмута были выброшены довольно много вещества. У меня всего было использовано 4 детектора. И 2 из них так были заплеваны, что они вышли из строя. Через какое-то время. И на четвертом детекторе мне удалось... Пожалуйста, имей в виду, что все твои шевеления очень отдаются в твоем микрофоне. Поэтому не надо суетиться, не надо руками двигать, а просто говори. Вот и все. А, ну хорошо. Значит так. Вот удалось померить висмут-212-й, который вдруг появился в этом детекторе через какое-то продолжительное время. Я калибровал детектор, и вдруг на нем пошло интенсивное альфа-излучение, которое сопровождалось, ну и бетаэлектроном. А может быть, Дима, Баранов, давай сделаем так. Вот у меня предложение. Ты давай сейчас выйди, выйди из этого, из вебинара, запусти свою презентацию, а потом еще раз войдешь. А мы пока немножко пообсуждаем. А, давайте, да, хорошо. Давай, быстрее. Только не тяни, одень очки и действуй. Друзья, может быть, кто-то хочет... Дима, выходи. Может быть, кто-то хочет сказать что-то. Вот некоторые обсуждения, пока он там включается. Валера, попробуйте. У меня не лучше стало слышно? Чуть лучше. Настолько лучше, что ужасно громко и с какими-то еще дополнительными хрипами. Но, тем не менее, слушаем. Давай, слушаем тебя. Я хотел сказать, что вот мне вот здесь, когда возникает радон, и распадается он на альфа-частицы, то в воздухе всегда существует не только положительные ионы, но и отрицательные ионы. Если у нас такая есть система, которая старинная, то на ней будет накапливаться большое количество отрицательных ионов. И вообще, если, когда это говорится об этом деле, что вблизи вот всех этих вещей будут большие слои отрицательных ионов, и просто так говорить о том, что все это будет, когда там заизолировано или что-то уйдет, на самом деле получится, что вся эта поверхность, она заряжена. И получится заряжена не положительно, а отрицательно. Особенно на форе. Если говорить об этом деле, когда радон есть, то концентрация воздушных ионов увеличивается на 3-4 порядка. У меня есть такая статья, показываю, что если есть источник радона, то отрицательные ионы становятся на 3-4 порядка больше, чем есть. Я поэтому не очень понимаю, какие уровни они измеряют, вообще измерение концентрации частиц. Володь, а куда деваются положительные ионы? Положительные ионы, они, как правило, ну вот смотри, возникают положительные и отрицательные ионы. Они довольно-таки медленно релаксируют. Но если у тебя есть какая-нибудь пленка, на которую все выносятся, то она заряжается отрицательно. А почему? Потому что у нее... Это самое, Толь, Дебаевский слой. Я могу сказать, что для абсолютно правильного замечания, Бычкова, я могу сказать, что, во-первых, удивительным фактом является, может быть, люди, не все наши участники знают, что в воздухе, вот в комнатах, в которых мы сидим, примерно 10 в четвертой заряженных частиц на метр в кубе. Это огромная величина, которая непонятно откуда берется. То есть помимо радона есть еще и космическое излучение, которое мы тоже должны как-то учитывать. Вот. Это космическое излучение создает огромную концентрацию заряженных частиц в воздухе и положительных, и отрицательных. И после того, как мы имеем какой-то электрод, на котором, например, там отрицательный потенциал, положительные туда будут устремляться. Валер, я давлю кнопку. Подожди. Теперь посиди немножко. Вот. Посиди немножко. Раз ты прострафился, сиди чуть-чуть пока. Значит, вот я закончить хочу свою мысль. То образуется так называемый Дебаевский слой. Дебаевский слой. И вот Дебаевский слой в этих условиях, я его размер знаю, я вычислял, он составляет несколько метров до шести метров. Вот для концентрации, о которой я только что сказал. Поэтому, вот если маленькая комната и стенки довольно близко, то вот такая вот обстановка очень сложная с участием стен там и так далее. то есть электродинамическая ситуация при таких экспериментах фантастически сложная. И, конечно же, вот Родон тут еще портит это все. Он дает два порядка. Валер, он дает два или три порядка прибавки заряженных частиц. Да, да, да. Совершенно верно. Потому что по САХ, если мы начнем вычислять по температуре, мы вообще будем иметь всего одну частицу в кубометре, а у нас 10 четвертый. Друзья, Баранов, давай, Дим, включай свою, нажимай свою зеленую кнопочку. По-моему, Баранов немножко уже приготовился. Сейчас, подожди, я тебя выпущу вперед. Давай, нажимай на зеленую кнопку внизу экрана. Очки одевай, чего ты без очков? Нажал уже. Так, ну, что-то не показывается. Ну, сейчас. Ну, не знаю. Какой-то несчастливый сегодня день для твоей демонстрации. Ну, вот. Внизу вот демонстрация экрана ты нажал? Нажал. Но могу еще раз нажать? Нажай, нажми еще раз, пожалуйста. У тебя нормально работает мышь? Да, я все вижу, слышу. И у меня уже экранчик есть с моей презентацией. Мы еще пока не видим. Ну, тут задержки большие. Нет, не в этом дело. Тут какая-то есть хитрость. вот я ее не могу до конца понять. К сожалению. Еще я тебе советую одень очки, пожалуйста. А, очки. Ну, сейчас найду. Куда ты сунул? не интеллигент, а близорукий. Ну, да, да, да. Нет, это там что-то, что-то Дима не может включить в свою презентацию. Дим, не работает твоя презентация. Давай тогда заканчивай свою речь как-то без презентации. Не может ее запустить. Ну, это техника, да. Ну, вот Максим-то запустил. А, во, сейчас, наверное, есть она. А что ты нажал? Бежал, сжал до упора. Видите, нет? Вот сейчас видим. Давай, начинай сначала свою речь. Давай. Да, ну, давайте, да. Дима, сделаешь показ слайдов. Что ты там маленький? Не надо пока слайдов, а то он потом не переключит. Давай так будем смотреть. Так, ну, в общем, вот мои эксперименты. Вот здесь годы и как бы основные даты. Началось где-то в 97-м году. Вот, много было периодов, когда ничего не было. Потом вот был активный период, когда я выступал на конференции X-Zone, которые Губна организовывает Академика Ганесян и компании. Вот я им все это рассказывал. Ну, они так скептически. Вот, ну, и другие. А вот в 12-м году в Италии Билл Колес организовывал этот вокшоп по водороду в металлах. И там мне дали медаль за эту работу. Вот. Ну, вот, все, поехали дальше. Значит, вот у меня схема воздействия на сольвисмата вот такая. Ну, она аналогична, как у Фомичева. Но вот я следил за толщиной фторопласта. Он должен быть тоненьким. На пределе электрической прочности. И тогда вот было. вот тут подготовка образцов. Слайд такой проходящий. Вот такие делал кюветочки, вот видите, из фторопласта, а дырка. На дырку наклеивалась пленка там фторопластовая или даже полиэтиленовая тоненькая. Вот. И вот вот эта вот ключевая картинка. Вот смотрите. Вот это вот... Ради, расскажи, пожалуйста, толком, как эксперимент проводился. Как? Сначала брался висмот, растворялся, растворялся, помещался вот... Похоже, теперь. Помещался вот в такую кюветочку, отмерил где-то миллиграмм десять. И помещалось все в электрическое поле. Ну, как вот на предыдущем показанном рисунке. И мариновалось где-то минут двадцать. Ну, бывали случаи, что происходил взрыв, и я собирал остатки вот этого раствора, потом его высушивал феном, и потом помещал его вот в эту измерительную систему. А что такое за взрыв? Какой еще взрыв там у тебя? Ну, электропробой, естественно, элект... Ну, только более точно говори, пожалуйста. электропласт пробивался. Володя, совсем тебя плохо слышно. Володя, очень плохо тебя слышно. Подожди, не надо. У тебя микрофон надо поменять. Не слышно вообще. Володя, ты только мешаешь. Давай не будем перебивать. Ты мешаешь? Да, у меня так тут всякие сбои идут. Потому что там есть проблемы сбои. Ну, ты просто шум задаешь. Вот смотрите. Вот здесь показано хорошо, где лежит этот высушенный дисмут. Вот я пометил его красным, чтобы было видно. А на него сверху клался детектор. Вот детектор. Вот он. И он клался на соль вот так, сверху. Тим, описывай словами, потому что слово вот не работает. Словами все описывай подробненько. А снизу был классический сентилятор. Расстояние здесь от висмута до этого кремниевого ППД где-то несколько миллиметров. Но это сделано для того, чтобы в воздухе не терялась энергия альфа-частицы. Известно, что альфа-частица в воздухе пролетает пять сантиметров. И вот этот детектор, он запускался, вот эта измерительная система запускалась от детектора альфа-частиц. Он был триггером. А детекторы электронов он регистрировал или не регистрировал электроны. Это уже потом было видно на осциллограммах. Ну, вот так это все вживую. А, видно мою стрелочку, Валер? Видно. Стрелку видно. Это детектор электронов, а вот это ППДН. Он стоит вертикально, чтобы было видно. А вот это с висмутом такая вставочка, образец. Вот. Теперь, значит, что происходило с детектором. Детектор вот такая дорогая вещь. Он на него даже дышать было страшно. И на нем ничего ничего не было. Но вот после экспериментов вот такое возникает с детектором. Он весь исцарапан, ободран. В общем, эти царапины там появляются потом с задержкой. Вот разные еще примеры. А вот другой детектор, в котором вообще очень много было выброшено вещества на сам детектор. И вот здесь на край вот видно такие белые так сказать точки. Все заплетано. И вот здесь видны при ближайшем рассмотрении здесь очень богатая картина. Вот это такая вот змея, вот это кратеры. Вот здесь всякие там тоже хитрые объекты. И вот а ну вот это два проходных слайда. Это вот давай дальше давай. Как это установка так сказать вот у меня тут уже да вот вот это вот это осциллограмма характерная. Вот зелененький это сигнал от детектора электронов. А вот этот фиолетовый вот он это сигнал от от альфа частицы. Амплитуда измерялись вот здесь они есть. Альфа частица как я уже говорил запускала все это а электрон он ну если он был он регистрировался. А почему он впереди летел? Молодец Толя заметил молодец молодец а вот теперь я показываю вот диаграмму как распадается висмут 212 здесь показан распад висмута 212 и заодно показан еще распад висмута 212 м м это возбужденное ядро висмута в распаде радона этого висмута нет он получен только на экспериментах с ускорителями и вот висмут 212 отличается от висмута 212 м тем что у него разные бренчинги то есть каналы по которым идет распад вот обыкновенного висмута тот того который в радоне вот этот главный канал бета распад превращается в полоний и потом в свинец с испусканием очень жесткой альфа частицы обыкновенного висмута 60% сюда летит а 30% по другому каналу 6-ти мем альфа талии а у возбужденного висмута 212 вм наоборот вот сюда летит 33% а сюда 60% ну и вот да еще интересно что в этого полония небольшое количество может быть очень жестких альфа частиц порядка 10 мем 10 мем альфа частиц в природе нет от радона там такие альфа частицы не наблюдаются и вот я значит работал с детектором вот калибровал его потом вдруг неожиданно я смотрю на него на него пошел сигнал вот здесь значит отложено время а здесь счет одна бина это 10 минут вот за 10 минут ну порядка там 12 14 альфа частиц разнообразных вот ты скажи что ты сейчас расскажешь про эксперимент который произошел у тебя через полгода ну да да ну так это самое главное не через полгода вот если точно посчитать эксперимент был 17 сентября омерил 25 мая и причем этот детектор я закрыл приклеил сверху тонкую полиэтиленовую пленку ну чтобы калибровочным источником смотреть работает он или нет вот я так наклеил ну чтобы туда ничего не попадало и вот на этом закрытом он довольно долго лежал закрытый и вот я увидел вот такую вот серию серию излучения это продолжалось всего 7 часов так вот смотрите вот на этом надо пояснить на оси х вот еще отрицательные такие нарисованы они просто показывают тот момент то время когда я не измеряю у меня как организованы измерения я включаю осциллограф запоминающий тдс 5054 и он позволяет много-много экранов запоминать я вот запоминал там сколько-то много экранов а потом вот их обрабатывал и вот это время на обработку этих данных потрачено и вот вот этот всплеск активности произошел он длился там 7 часов а потом в конце его все пропало ничего не было все тишина ну там какие-то редкие вот дальше дальше самое интересное анализируя вот спектр частиц которые вот сюда прилетали вот за эти 7 часов и обнаружил вот видите здесь малиновый такой выделен кусочек спектр вот такой у этого места значит здесь что вот это вот 9мм альфа-частицы от висмута 212 а вот это 6мм от висмута 212 а вот здесь еще в серединку влезал альфа-частица от висмута 214 так вот спектр вот этого участка вот такой а вот спектр на следующем участке вот такой вот правильный спектр от распада висмута 212 вот такой сейчас я на секундочку вернусь вот сюда видите вот этот канал для 212 висмута главный здесь должно быть два раза больше 9мм чем 6мм и вот здесь это так и есть а вот в начале этого нет в начале у нас 6мм даже больше чем 9мм это значит здесь здесь мы видим распад возбужденного висмута который вдруг чего-то вдруг взял и значит начал образовался вот в этих выбросах из соли висмута и как вишенка на тортик вот нашлась одна альфа-частица энергии 10м что еще раз так сказать указывает на то что здесь мы наблюдаем какой-то очень интересный процесс с образованием висмута 212-го м возбужденного ядра вот с таким аномальным распределением вот ну и вот это вот это вот повторилось еще раз вот вернее вот этот был случай сначала а потом уже тот появился но я уже к тому этому был готов потому что здесь какие-то появлялись характерные импульсы я их стрелочками нарисовал здесь они тоже есть вот видите такие стрелочки это не альфа-частицы это вообще черти что но после появления вот здесь когда я увидел вот такую штуку я уже был готов к тому что сейчас посыпется активность вот здесь я вот здесь я обрабатывал и действительно посыпалась вот смотрите вот здесь черная стрелочка и все вроде затухает а потом черная стрелочка и через 20 минут опять всплеск активности вот ну вот теперь вот да вот еще покажу значит вот этот спектр электронов который был зарегистрирован это так сказать разница в задержка электрон альфа-частицы и электронов ну вот сейчас вот вот время жизни вот этого ядра 3 на 10 минус седьмой степени секунды и вот это так сказать здесь это хорошо видно вот где-то половина половина всех частиц вот на уровне 3 на 10 минус седьмой ну и вот вот для этого вот для этого случая значит тоже очень долго мерился какой-то фон потом вот такое не характерное так сказать характерные какие-то импульсы и посыпались опять частицы интенсивно и спектры опять аномальные вот это у них вот такие такой пик по девятим эвнам такой по шестим эвнам и много опять вот этого висмута от висмута 214 видно а вот это спектр который был до вот этого сброса ну и вот опять я повторяю вот старый и здесь в табличке еще приведены соотношения вот между шестимем и девятимем пик мы можно однозначно сказать что здесь мы наблюдаем какое-то очень интересное так сказать распад какого-то очень интересного образования могучего которое вдруг нам выдало кучу возбужденных ядер висмута и что это такое вот ну я не знаю я вот думаю что на этом я могу остановиться потому что дальше еще у меня порядка там 40 слайдов и я думаю что я просто не успею ну вот у меня такое у меня такие мысли что это какое-то сложное формирование которое я назвал ядерные молекулы ядерные молекулы это не я придумал это старый термин ну правда он относится к несколько другому случаю когда два углерода объединяются на время 10 минус 21 секунды а должны бы сразу слиться за 10 минус 24 вот что-то их удерживает какие-то ядерные силы могут их удерживать слабо и потом они разваливаются и вот это названы ядерные молекулы их изучают там уже 50 лет изучают ну я вот эту штуку тоже назвал долгоживущей ядерной молекулы только долгоживущей и ну и вот наверное на этом все спасибо дима может быть ты вот в качестве какого-то финального такого так сказать замечания скажешь коротко или пару там предложений что же по Максу вот еще раз повтори чем же твой эксперимент отличается от эксперимента Макса Фомичева ну вот у него толстый этот тепло если бы он его потоньше сделал вот тогда бы там могли бы образовываться эти гады но они они не каждый раз образовываются а что ты а что ты можешь сказать про методику его измерения потому что у тебя гораздо богаче спектральные характеристики да ну Макс на самом деле ну слушай я не знаю прислать что ли тебе этот ППД кремниевый кремниевый ну и найдешь ну что ты такая вещь широко распространенный он очень хороший спектрометр у меня вот этот вот это то что я показываю где он он в общем-то плоховатый ну вот этот вот Дим мы тебя не видим сейчас мы видим твою презентацию а не видите ну ладно да ну давай контролируй себя а то ты очень волнуешься да да не волнуюсь так что-то растерялся так как все рушилось я хочу показать вот тогда вот картинку вот у меня сейчас в заначке лежит вообще спектрометр такой профессиональный который в дубне фирма делала и у него ППД диаметром 6 сантиметров ну вот этот ну и он дает очень хорошее разрешение такие тонкие линии но вот то что это такой хороший замечательный спектрометр это какую-то злую шутку сыграло со мной потому что я боюсь с ним работать если я туда суну этот активированный висмут он его заплюет забьет и испортит дорогую вещь я как-то все это откладывал откладывал и вот откладывался до того что вообще это дело ушло в подполье друзья у кого-нибудь может быть есть вопросы к Баранову у Макса есть вопросы да нет пожалуй я попробую с более тонким этим самым слоем тефлона потому что это может быть критичная вещь и у меня есть альфоспектрометр я попробую тоже спектром помирить еще 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 одна вещь о которой Дима сказал но между слов как-то и может быть это проскочило ну и Климов об этом говорил это очень важная вещь полярность супер важная супер важная ну у Макса правильная полярность ну такая которая у меня а вот именно именно ведь дело в том что дело же не в полярности у него он утверждает что при любой полярности ведь та методика о которой он говорит почему ему там радон мешает это будет при любой полярности происходить не ну радон мешает на самом деле я я тоже так вот мерил так сказать сразу после воздействия мерил получал какие-то результаты но они какие-то были неустойчивые и мне на радон это указывали у меня еще радон был от того что я обдувал феном каплю тоже наносил радон это мне тоже указывали я потом сушил в вакуумной камере вот ну радон это я понимаю да ну что делаешь радон куда не денешься но он распадается вот тот радон который так сказать не мешает это радон живет 50 секунд от тори отряда тори еще вопросы есть к Баранову вопрос не 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 ну давайте нормально я вот у меня так сказать вторая половина докладов она может быть позволит понять что происходит не не ты сейчас коротко ответь пожалуйста на самом деле когда я взял этот детектор с закрытой пленкой я же его взял из коробочки и он попал на свет на солнце и вот оказывается свет он должен воздействовать вот на эту соль так что из нее начинают куски вылетать там вот свет не просто так как бабушки на рынке а действительно свет извиняюсь то-то то-то есть поглощение или что-то физически объясни это все ну это задним числом физически невозможно объяснить если бы я знал что это но у меня там есть есть всякие другие измерения где я облучал вот эту соль висмута альфа частицами а сверху накрывал пленкой вот если альфа частицами я посвечу на нее пленка это очень очень тонкие это самое очень тонкая фольга сусальное золото я посвечу альфа частицами через сусальное золото на соль висмута из соль висмута начинают вылетать куски и они прорывают дырки в сусальном золоте и вылетают наружу. Ну, это понятно. Ну, а свет и все-таки альфа-частицы, это разные вещи по энергетике и все. Ты повторял этот опыт или это единичный у тебя опыт такой? Ну, вот два раза это такое я видел. Ну, слушайте, на самом деле ресурсы человека, так сказать, такие временные, не бесконечные. Толь, он говорит, может быть, вы не понимаете друг друга. Он говорит о том, что когда он вылежавшись несколько месяцев в столе, он берет этот вот свой ППД и открывает его, подставляя его солнечному свету, то происходит активация какого-то пока ему неизвестного вещества на поверхности ППД. И это приводит к тому, что эти частицы на поверхности снова начинают распадаться. Снова начинает инициируется распад. То есть лучше говорить структура. Лучше может быть структура, да. Свет является инициатором изменения этой структуры по его версии, по версии Баранова. Друзья, еще есть вопросы? Баранова. Ну, честно говоря, если можно, я ничего не понял, потому что на самом деле воздействия ядерные, переходы в ядрах ядерные и переходы в атомах, это несоизмеримо по энергетике. Да, да. Если вы хотели открыть это, действительно, объясните его. Слабое воздействие, микроскопически, сел комар, и вдруг у вас слетел там, свышь кислот. Вот такого. Ну, да, тут есть... Я готов это пояснить. Тут есть некоторые противоречия, да, действительно. Ну, вот, кстати, в тех ядерных молекулах, которые 50 лет назад были открыты, вот два углерода сталкиваются и не сливаются там, а крутятся друг вокруг друга и потом распадаются и держатся ядерными силами. Ну, да, 10 минус 24 секунды сказал, а здесь у тебя 7 часов. Да, здесь, извини, я наблюдал всякие там проявления через два года. Ну, тем более. Она лежит, лежит, потом эта ядерная молекула потом на нее посветила, она развалилась и выдала тебе новые элементы. Как она устроена, вот некоторые соображения есть, но это уже отдельный... Ну, это ведь домысел насчет этих ядерных молекул. Один из возможных, одно из возможных объяснений. Поэтому... Да, но вот этот домысел, там еще 40 слайдов на то, как можно, так сказать, поразбираться в этой структуре и какие там есть особенности. много там... Я могу перечислить там основные моменты. Это вот то, что моделируется магнитными шариками с диполями. Диполис слепливается в некую структуру. Ну, давайте отделять, так сказать. Нет, сегодня, да, пока без ядерных молекул. Еще есть вопросы? Ну, не надо, так уж сразу глушить ядерные молекулы. Можно один маленький вопрос? Кто это спрашивает? А, Годин, Годин. Да, Сергей, пожалуйста. Значит, вот Максим использовал, да, хороший источник постоянного напряжения спеллмэн. Я знаю, что они обладают минимальными пульсациями, стабильностью напряжения, все как правило. А вот, Дмитрий Сергеевич, какой источник использовал? Ну, я какой-то, да, ну, это какой-то... Сейчас его покажу. Вот он тут. Он там высоковольтный, где-то он у меня вот здесь, вот он. Ну, это такая самоделка, еще это из МРТИ, там, он использовался для питания каких-то лазеров. Но я... В нем не было пульсации? Он вообще... Да, да, за пульсациями я это следил. И, и более того, что я там наблюдал, как-то на них там по-другому немного. но важно то, что я питал его через... специально прикупил стабилизатор, чтобы вот питание было стабильное. Вот это, то, что у Максима это стабильное питание, это хорошо. Может, у него все и получится. Ну, вот, насколько стабильное у меня, я похвалиться точно не могу, но я остался делать стабильное. Ну, то есть, может быть, секрет-то был как раз в том, что там присутствовали высокочастотные компоненты в источнике питания. Не-не-не, он питается от 50 Гц. Дим, он говорит о другом. Он говорит о том, что сам источник питания создает высоковольтные пульсации высокого напряжения. Да, это... Это одно предположение. Второе предположение может быть, что, когда вы используете тонкую пленку висмута, у вас возникает что-то такое состояние, близкое, скажем, к пробою. И возникают такие короткие высокочастотные колебания, на самом деле. Сереж, это же раствор. Не-не-не, там уже... Я говорю про пленку. Пленка пробивается, а там плевать, раствор или это металлическая... Ну, я говорил, это втеропластовая пленка, да? Да, втеропластовая пленка. Как я говорился. Да, у нее, да, возможны такие состояния, что вот он находится в предпробойном режиме, да, и возникают такие коротенькие очень всплески. Слушай, вот этим я... Это надо контролировать обязательно. Не исследовал. Ну, слушай... Ну, вот я просто пытаюсь найти разницу между, скажем, опытами, результатами Максима, да, и что у тебя не достигает. Нет, у него толстый, я почему-то так и не расслышал. Максим, вот какая толщина еще раз, скажи, пожалуйста. Сколько? 3-4 миллиметра. А, ну, нет, там напряженность поля-то будет совсем маленькая. У меня же 50 микрон. Вот в этом, может быть, и разница. Да, вот в этом вся и разница. Это, извините меня, две разные вещи совершенно. Ну, да. Так, еще есть вопросы? Падим Гончар, если можно. Да. Такой вопрос. А вот этот механизм активации, он работает только для альфа-распадчиков? Я думаю, что нет. А почему тогда не попробовать какой-то более удобный изотоп, тот же калий сороковой, чтобы не привязываться к радону, не было обвинений в том, что это не будет из воздуха сконцентрировалось. Взять 137-й цезий, взять сороковой калий. У них нету предшественников. Моно-распад. Если там будет активация, понятно, что радон тут ни при чем. Слушайте, вот давайте я вот сюда вернусь. Вот 97-й год. Вот Цитин Александр Георгиевич. Ну, к сожалению, уже нет этого человека. Ну, вот я к нему ездил в Новосибирск в 97-м году, и он мне, так сказать, продемонстрировал два опыта. Один опыт был такой, он сунул электрод, в воду и в тяжелую воду. И стал увеличивать напряжение. Мне был вопрос, какая пробьется? Ну, я, конечно, сказал, что тяжелая вода раньше пробьется. Ну, так оно и произошло. В общем, вот вопрос. Второй опыт был вот с азотнокислым висмутом. Ну, правда, у него там как-то по-другому. У меня практический вопрос. А где можно взять раствор 137-го цезия? А в чем проблема с раствором 137-го цезия? Дима, отключи свою демонстрацию. Друзья, демонстрацию отключи, пожалуйста, это красная кнопка наверху экрана. Сейчас. Наверх, мышку наверх экрана отведи и выключи демонстрацию свою. Гораздо проще взять 40-ю калию. Любое калий на удобрение покупаете и оно уже фонит калием. 1461 кэф. Ты видишь, вверху красную кнопку. У меня экран пропал вообще. Не знаю, что делать. Ну да, калий проще взять. Вадим, я немножко понимаю, что Дима имел в виду. Здесь речь идет не о возбуждении калия 40 или этого самого висмута 210-212. Речь идет о возбуждении каких-то образований, связанных с этими веществами. Да. Я, наверное, переформулирую вопрос более общий. А почему именно висмут? А потому что висмут дает замечательный распад висмута 212-го, который очень четко, однозначно, по пяти факторам идентифицируется. И можно четко сказать, а вот у меня он вообще как возбужденный идентифицируется, что этот процесс не связан с радоном или с чем-то таким. Вот почему висмут. А если вы одно стабильное вещество перекачаете в другое, да ничего не получится. Ну, кстати, я стабильные вещества вот в этих выбросах тоже намерил, другие. там, во-первых, очень много углерода, калия есть, ну, и другие, там, цинк, алюминий. И модель какая? Просто висмут, вот в этой хреновине здоровой, он может развалиться на много-много углеродов. И в выбросах этих углеродов, вот, когда меряешь элементный состав, он их там больше 50% бывает. Ну, как развалить тяжелое ядро на легкие, куда одевать основные тефлона, эрозия тефлона, вот вам и углерод. Смешно, вы что? Да ладно, что ж смешного-то? Ничего смешного, да, прекрасно вылетают куски тефлона при высоком напряжении. Да нет, это происходит потом уже. Это когда, когда уже это... Спустя, спустя, спустя более полугода. Дим, ты что, не можешь выключить свой этот самый? Не могу, у меня почему-то экран потерялся. Ну, число ошибок, допускаемых этим докладчиком, бесконечно. А такой еще вопрос, я уже буду совершенно нудным и наглым, а вы смотрели изотопный состав этой соли Висмута до обработки. Конечно, ну вот, я не знаю. Скажите же об этом. Ну, слушайте, я просто эти слайды выкинул, потому что они, они нормальные, обычные соотношения между Висмутом, азотом, кислородом и серой, там у меня сермокислый был еще Висмут, они такие, как надо, вот, в этом анализе, так сказать, элементного состава. А когда берешь то, что вылетело из этой соли, попало на детектор в разных местах, там совершенно другие соотношения. Что удивительно, в некоторых выбросах белые такие, вроде кристаллики, меряешь, а там Висмута нет. Там есть все, что угодно, а Висмута нет. Вот так вот. Друзья, значит, спасибо Дмитрию Сергеевичу. Может быть, кто-то хочет выступить регулярно, но что-то сказать, какие соображения есть? Валер, можно два слова сказать? Да, конечно, конечно, Я к Максиму обращаюсь, коль скоро он был, так сказать, основным докладчиком. Значит, ну, все-таки, Макс, ты там целевую функцию твоего эксперимента или, так сказать, объединенного эксперимента Баранова, значит, уже Фомичева говорил, что тебя привлекло то, что можно управлять, а значит, распадом, а значит, ну, в конце концов, какие-то потребительские вещи можно взять, ну, допустим, тросмутацию, энергию и так далее. Если я тебя правильно понял. Правильно. Вот. Ну, в этом плане, ну, нас долбили со школьной скамьи, я имею в виду с университетской скамьи, ведь было проделано до сих пор тысячи опытов, которые вот пытались, значит, воздействовать на традиционные, на различные виды распадов, там, альфа, гамма, там, бета и так далее. Так вот, оказалось, что вот на все скорости распадов воздействовать невозможно ни давлением, ни полем, ни температурой, ничем, хоть в бомбу засовывать, кроме бета-распада, слабого распада. И, казалось бы, уж если ты идешь генеральным направлением, ты должен использовать, ну, вот, именно схему слабого, значит, распада, или, там, наоборот, захвата, значит, для того, чтобы двигаться по пути, вот, создания неких технологий. Это первое. Второе, значит, на мой взгляд, ну, источником, вот, ну, действительно, так сказать, вот Дима сейчас обмолвился, вода водой это хорошо растворять, ну, а вообще-то лучше было попробовать тяжелую воду, капельку, так сказать, и ввиду того, что вот, вот, мой опыт показывает, что достаточно капнуть на любую соль, на любую, так сказать, порошок, капельку тяжелой воды, как, ну, в электрическом поле начинается жуткая вот выброс нейтроноподобных объектов, то есть, вот, деперированная вода, ну, это мой совет, так сказать, если вы хотите, ну, попробуйте использовать ее. Во-вторых, вот, подложка, значит, из теропласта, я согласен, вот, с Сергеем, значит, Годиным, отвратительная подложка, потому что, с точки зрения электрофизических свойств, ну, там, значит, такая, столько там подводных камней, что если ты вот в плазму помещаешь кусок фторопласта, он после этого, вот, визуально видно, как светится, вот, на протяжении, там, десяти минут, то есть, там полно ловушек, заряженных частиц, с которой сама поверхность активная становится, не надо ее использовать. Так, ну, Толь, я не всегда использовал. Вот, а вот, а вот, а вот, что я рекомендую сделать, помимо того, где, где есть вода, так сказать, вот протоны, так сказать, водород, а мы, мы с Валерой все говорим о тяжелом темном водороде, значит, вот, скорее всего, он замешан во всех этих процессах, так вот, казалось бы, углеродосодержащие пленки, полиэтиленовые, в первую очередь, пленку надо использовать как вот водорода, содержащую подложку. Это вот третье мое пожелание. Значит, вот, ну, собственно, я все сказал по поводу презентации пожеланий. Нет, Толь, ты не все сказал. Ты поругал фторопласт и сказал, что есть лучшее, а не сказал, что лучшее-то. Скажи, пожалуйста. Он полиэтилен, он сказал. Полиэтилен полипленкой. Ну, Максим, ты будешь последним говорить, поэтому пока посиди. Значит, кто-то еще хочет что-то сказать? Тогда, друзья, если позвольте, я тоже пару слов хочу сказать. Я хочу сказать что-то, если я могу. Ай, подбринь, detectives after a period of time and I wanted to ask was there any elemental analysis on the scratches to see if particular elements had form Дима, это к тебе были вопросы Хорошо Ты элементный анализ Yes, 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 of course I can show you some elements analysis Also, I have one other question and that is You said that it was Now it will be answered on your first question Okay This is elementary analysis of the all the scratches lines on the surface of detector Давай, Дим, давай Ну вот We can see Дим, ты по-русски давай У него этот самый переводчик Ну, видим разные элементы Вот этот объект это такая очень красивая там змея Я потом ее покажу в детекторе она глазами видна А это ее хвост И вот на этом хвосту было несколько точек Вот они показаны И вот какие здесь элементы Ну, вот здесь смотрим Вот Не пугайтесь Золото Здесь это потому что золотая поверхность детектора На кремниевом детекторе тонкий слой золота А остальные Кремнии, золото это вот то, что было А остальные это вот то, что Принкратно какую-нибудь одну точку покажи и ее здесь состав покажи Так Ну, слушай Я очки не взял Посмотрите Сами читаем Значит Медь Медь кальций цинк алюминий Ну, вот что еще Ну, вот да Все Боб Your next question Yeah My next question was You said that it was reactivated after exposure to sunlight up to two years and my question was Obviously After half of a year Oh, okay After half a year Also there's a lot of light spectra in sunlight and I was wondering if you'd attempted to expose it to say specifically UV or infrared or far infrared to see if the structures can be stimulated to produce scratches using specific bandwidths of frequency of light Short question please Short question Have you used other frequencies of light instead of just broad spectrum sunlight to act He asked if you tried infrared or ultra or some specific light or laser to these molecules I'll tell you what I tried I tried with alpha with light from light from I tried with light from light I tried the light is gas light for light for photos да да ну вот и все пожалуй ну еще кто-то хочет выступить и спросить друзья давайте тогда я завершать уже пора потому что мы уже два часа по сути дела скоро будет как занимаемся этими рассмотрениями вот мой небольшой комментарий к сожалению дима так и не может убрать вот кстати вот он показывает вот эту вот змею и вот вот здесь вот в конце вот где у него здесь сейчас стрелочка вот здесь вот здесь он снимал вот эти вот состав вот это вот этого перина здесь тоже есть здесь тоже есть там его дальше ну вот я я завершаю за этим все пора заканчивать во-первых тут уже звучал этот вопрос ты можешь все-таки попытаться убрать демонстрацию я не вижу я могу вообще отыскать закрыться и выйти ну ладно подожди тогда не надо значит вот мой комментарий пожалуйста во-первых первый вопрос значит а почему висмут действительно тут вот у по моему кончара еще кто-то спрашивал вот я хочу сказать такую вещь довольно важную возможно не все это знают вот в таблице менделеева несколько металлов стоят рядом вот в этой довольно тяжелой группе веществ в районе значит вот 200 там единиц атомных единиц веса это свинец 82 номер это висмут 83 номер и полоний 84 номер вот эти все элементы имеют огромное количество изотопов там 50 штук у каждого из них есть изотопов порядок такой неправильно валер висмут только один постабильный изотоп я говорю про вообще изотопы дима не надо я тебя же слушал не перебивай не перебивай вот ты не прав я про вообще изотопы говорю полония 50 штук у висмута 50 штук изотопов полония у полония есть подожди дай мне сказать не мешай говори я тебя буду поддерживать у полония есть изотоп с массой 210 атомных единиц который распадается за сто тридцать восемь суток это у него один такой есть изотоп и вот это сто тридцать восемь суток энергия распада восемь семьдесят восемь и мы ее приводим вот и это очень важно вот смотрите если у нас полураспад происходит за одну миллисекунду это плохо и за не знаю там за миллиард лет это тоже плохо нам нужны какие-то вещества которые распадаются вот за сотню примерно за сотню примерно суток это очень важно потому что именно эти и только такие вещества могут использоваться в качестве источников энергии поэтому вот альф вот этот вот этого работа который мы сегодня слушаем она очень важна потому что смотрите что происходит дима берет обычный висмут который это это металл какой-то илья вы не сморкайтесь пожалуйста в камеру это же обычный металл типа типа свинца немножко чуть чуть тяжелее чуть чуть более твердый а так вообще обычный свинец вот и что получается мы его выдержали в этом в электрическом поле и какие-то странности начались вот если в результате просто выдержки в электрическом поле висмута у нас мы можем получить полоний на каком-то этапе этих выдержек вот это супер потому что полоний это супер интересный супер эффективный источник и тепловой энергии и вот по сути дела если грубо сказать сегодня мы слушали работу конечно у макса этого мечева это критическая была часть но в принципе если вот эти критические моменты отбросить то на время пока то речь идет об очень важной работе связанной с тем что мы возможно можем преобразовать висмут в очень важный источник энергии друзья вот на этом можно я дополню про полоний вот очень важную вещь не сказал полоний полоний отличается тем что он альфа активный изотоп но у него очень маленькая маленький выход гамма то есть одно гаммы появляется на 100 тысяч альфа частиц то есть он практически не является излучателем я знаю это это еще важно еще вот спасибо дим за 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 помощь это еще важно потому что такой источник тепла распад то идет а гаммы практически да то есть он не является убийцей в армане можно от альфа защищаться в общем то можно сравнительно тонкими слоями металла вообще ничего не будет проходить это самое максим пожалуйста твое слово отключительно как бы нечего добавить хотел вас поблагодарить за отличные советы дали мне идею для дальнейшей работы если у кого еще появится идея я всегда готов выслушать потому что хочется что-нибудь найти они вот давайте искать мы 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 я думаю я думаю максим что мы вот с димой в нашей лаборатории к этой работе еще вернемся потому что сегодня климов об этом сказал уже вы естественно это пропустили и услышали но климов то правильно говорит дело в том что мы думаем что здесь еще темный водород может поиграть свою роль вот потому что вода водичка водичка очень важная тяжелая водичка может быть еще этот процесс ускорит поэтому возможно мы к этой работе вернемся мы будем еще генерировать полоний который очень нужен друзья я сейчас остановлю запись запись вот я